здравствуйте с вами Леонова Людмила и сегодня я хочу небольшой лайфхак на такой рассказать о ярмарке мастеров о том как сэкономить место в своем магазине смотрите у нас в магазине если вы выбрали например тариф 15 вот сейчас для новичков там от 15 можно выбрать например 15 оплатить этот тариф и вы понимаете что вам этого достаточно в принципе вот но в какой-то момент вы понимаете что ваш товар можно как-то ассортимент расширить что я имею ввиду и как и сэкономить место смотрите если вы например вяжете там какие-то шапки и вы пишете допустим у вас она красная в красная шапка или вот как у меня сейчас я покажу секундочку у меня вот есть например вот такая сумочка вот она розовая сумочка детская это вот я вязала для вальдорфского детского садика вот я сейчас на ней на ее примере будет показать у меня есть еще вот сиреневенькая сумочка вот она немножко другая с другим рисунком вот видите вот и разные по составу нитки так далее чтобы сделала я если я их выставляла на продажу то есть у меня было бы одно объявление что детская сумочка розовая такая из акрила вот и дальше описание более расширены размер такого этого уход и все такое здесь у меня уже хлопковые нитки тоже принципе размер одинаковые вот тоже в принципе детская все цвет только другой и состав нитки другой то есть это два разных лота но если вы вот делая вот такую сумочку понимаете что у вас например вы точно такую сумочку можете сделать в другом цвете и вы это пишите в описании могу сделать синюю зеленую красную зависимости от того какая у вас есть в наличии шерсть ниткой у точнее вот здесь в акрил вот это вы можете сделать в описании но лайфхак что в чем состоит если вы уже например связали такие сумочки синюю красные они все одинаковые не как в этом случае что они разные они выглядят одинаково примерно примерно одинаково может быть там отделочка совсем другая вот но основная масса параметр совпадает нам ярмарка мастеров дает при платном размещение размер размещение 6 фотографий то есть первая фотография у вас розовая сумочка это основная и дальше вы пишете в описании что у вас на фотографиях в галерее представлены другого цвета данной модели и тогда вы можете все остальные фотографии например заполнить первое розовое вторую вы фотографируете синюю размещаете синюю третий красный красный если других цветов нет на 4 например фотографии вы их все вместе кладете и допустим 5 6 фотографии применение если у вас все шесть цветов например разные есть они уже в наличии вы их просто делаете все шесть фотографии разного цвета в описании вы обязательно указывайте что в галерее фотографии представлены работы в наличии или как вариант на заказ который я могу сделать вот поэтому по главные фотки до образцу я надеюсь я понятно объяснял то есть не надо делать шесть разных объявлений с такими сумочками если у вас просто уже нету места до следующего например оплаты тарифа вы не хотите расширяться потому что там например там 25 и 65 для вас слишком много а вот как раз лишних там две три не хватило бы но вот можно сделать вот так что еще если у вас например картина вы можете если у вас это сет например у меня было вот в каком-то видео я показывала ангел с собачкой и ангел с котенком сейчас под рукой нет но смысл понятен да что и тут ангел и тут ангел что можно сделать вы можете сделать главную картину например ангел с собачкой о ней тоже вы несколько пишите и вторая или третья картина вы их пишите вместе фотку точнее вы делаете как где они вместе смотрятся как они хорошо делали смотрятся на стене и например последний фотографии или предпоследний вы делаете размещаете ту которая например собачка тут с котенком тут собачкой и в описании тогда вы пишите обязательно вы пишите в описании не не чтобы человек подумал что он все это вместе получит что вы можете предложить например скидку на второй товар вот из этого сета вот который на последнем фото например ссылку вы да что вы отсылаете что на последнем фото это второй товар из этой же серии из этой же коллекции ангелов например и я могу сделать например для вас скидку если вы купите два вот такой как бы лайфхак лайфхак если это во первых увеличит ваш чек а во вторых человек сразу увидит как эти два рядом смотрится как раз может быть он зашел к вам по ангелу ему вообще собственно говоря идея понравилась что ангел с котенком а этот оказывается там еще собачка и он подумают что ему лучше наверное собачка потому что у него дома такая же примерно собачка вот то есть мы не знаем не надо решать за покупателя что ему купить но мы должны ему предложить возможности и варианты с цветом то есть как бы да вот такой вот такой вот цвет у меня есть следующий вариант если у вас это не в наличии вот но у вас осталась эта фотография то есть у вас опять таки вы размещаете свою свое изделие например ваши вот мы шапочка ваша картина и вы говорите вот абстрактно например та же картина чаще всего так и делают посмотрите на художников если вы художник посмотрите если ваши там кстати не знаю если вы котят например вот вяжете вот у меня серенький я могу связать черненького вот как он будет смотреться вы можете в последней фотографии вставить и даже на фотографии написать такой как бы образец но не очень ярко ярмарка мастеров не любит когда шрифт перекрывает основную картинку вам могут ее заблокировать модераторы то есть на самой фотографии не нужны вот эти вот супер надписи лейбл и так далее вы можете тоненько написать что это например образец что образец цвета понятно то есть если у меня есть серый котенок я пишу что могу связать белый он у меня не в наличии да но я до последней фотографии размещающую рядом с серым котенком или если она у меня такая есть фотографии если у меня нет такой фотографии и изделие уже продано но есть от старой фотографии есть фотка и и размещаете или коллажем делаете вот и пишите что образец что могу сделать в другом цвете и обязательно повторяете в описании что есть вариант возможность сделать на заказ это в наличии у вас статус готовая работа но вы отсылаете клиента на размышление что если вдруг ему понравился этот серый котенок вдруг он захочет еще и белого котенка или там другого цвета сумочка что у вас оказывается есть вариант заказать вам опять-таки не нужно будет делать отдельное объявление а с белым котенком и говорить это под заказ если у вас нет места если у вас есть место можете сделать и так как я уже сейчас сказала что с корпировать это с тем изделием которые на готовые то есть уже готова к отправке в наличии и 2 тогда вы делаете объявление на заказ вот например с белым котенком или абстрактная картина у меня здесь сине золотая могу сделать красно золотую или там желто золотую если нет места можно пользоваться вот таким способом ну вот как минимум три я вам собственно говоря и сказала удачи пробуйте до новых встреч пока